С праздником, братья всех, День всех святых! Сегодня празднуем всех, которые ведомых и неведомых, прославленных, непрославленных, канонизированных, неканонизированных, святых. Первые крестьяне назывались святыми. Когда мы читаем книгу Деонидовских Апостолов, мы видим, они так называли либо ученики, либо святые. В церковных гимнах мы поем. Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Действительно, свят и един только Бог. Даже в ангелах своих, говорит Священное Писание, находит он недостаток. Мы же святы по причастию. Не умеем святости в себе, но Господь дает нам святость. Собрание свято. Потому что любое собрание, двое-трое собрались, и я среди вас, говорит Христос. Свят глава церкви, Иисус Христос. И святость эту нам не спосылает с неба, духом своим, святым. Мы об этом и говорили уже. Вот на Троицу, на Духом день. Что Духом Святым мы очищаемся от грехов. И вся греховная скверность в нас сходит. Поэтому церковь называет бани, баки, бытия. Будущую жизнь. Баня. Моем душу здесь. Приходим грязные. В грехах. В тьме. Мы выходим чистыми, прекрасными, красивыми внутри. Святыми выходим. Вот почему святая церковь. Голова ее святая. И Дух Святой освящает нас. Освящает. Пусть мы можем эту святость плохо хранить. А святые хорошо хранить. А святые так хорошо хранили, что даже есть такие места, писания и предания, что их называют богами. Почему богами? Потому что они в Боге. Они в Духе. Как Серафим, преподобный, когда просиял ярче солнечного света, когда смотовил, он беседовал о цели христианской жизни, показал ему, что значит быть в Духе. И сказал, что цель христианской жизни – стяжание Духа Святаго. А где его взять-то? Ну, говорит Серафим, ты как купец. Вот он из купеческой семьи. Как купец торгует тем, что выгодно, и ты делаешь, чтобы больше дивидендов приносить. Тебе Духа благотворишь, если благотвори, молишься, молись. Ну, кому что бог дал, какой дар? Ну, каждому дар дал. Духа Святаго. Все мы запечатлены его именем, страшным его именем, в таинстве мира помазан. Приняли дар Духа Святаго. И в Духе Святом должны и пребывать. Да, в миру тяжело сохранить святость. И невозможно, наверное, не запачкаться. Но есть баня. Приходи и мойся. Оставь всю эту скверку. Старайся не грешить. Как хорошо сказал один священник, Олег Стеняев, такой есть. Говорит, мне все время задают вопрос, почему Церковь Святая состоит из грешников. А там вот грешники все. А он ему отвечает. Неудивительно, что грешников в Церковь вы увидите. Вообще-то Церковь это еще и больница. Потому что грех это болезнь. И сразу болезнь не проходит. Неудивительно. Потому, как говорит, мы имеем природу поврежденную грехом. Буду бы преклонны ко греху. Тянет нас грех. Тянет. А мы что должны, как в Библии написано, наступать на змею и скорпию. Мы имеем эту власть. Только надо решимость еще иметь. Ну так вот, и говорит дальше Олег, отец Олег. Что говорит, удивительно не то, что люди грешные в Церкви, а то, что люди в Церкви перестают грешить. Перестают. Мало-помалу одерживают победу. Во Христе, конечно же, Иисусе. В духе. Победу над грехом и смертью. Да, это битва, на которой все мы стоим. Церковь здесь, это воинствующее. Мы воюем с кем? С грехом, с дьяволом. Где проходит линия фронта? Сердце в уме человека, внутри. Там победи зло, в себе. Ну, так и святые нам и говорили, и Серафим тоже. Стяжи дух в мире, и тысячи спасутся вокруг. Занимайся собою. Смотри, что в тебе не так. Преподобный Амвросий Оптинский. Знай себя и довольность тебя. Чего ты смотришь вокруг? Кто, чего, как. Ты себя знай, себя познай. Свои грехи победи, исправь. Но сил нет. Не хочу грешу, не хочу огневаюсь, не хочу, а обиды всплывают. Не хочу, а ругнулся, не хочу еще что-то подумал. Не хорошее. Или сделал. Бедный я человек. Что хочу делать доброе, не делаю. Что не хочу, злое творю. Горе мне. Апостол Павел это сказал. Что же делать? И дальше апостол пишет, что все могу о укрепляющем я Христе и Иисусе. Все могу. И грех побеждать во Христе. Без Христа ничего не могу. Бедный я человек. Горе мне без Христа. А во Христе все могу. И чистоту в душе сохранять. Пусть, как в баню ходя, периодически. Ну, мы в баню ходим раз в неделю. Хотя бы, чтобы тело соблюдать чистоте. А душу тоже надо чистить. Но соблюдать чистоту. Могу и переставать грешить. Становиться лучше. В этом смысл. Потому что весь мир существует только ради того, чтобы человек достиг совершенства. Как говорится, что мир стоит молитвами святых. Когда перестанет церковь плодоносить, то есть являть миру святых. А этот призыв обращен ко всем нам. Будьте святы, ибо я свят. Об этом неоднократно говорит в Священном Писании. Нам Бог говорит. Будьте святы, потому что я свят. И я даю вам эту святость. Это Бог нам дает святость. Так удержи же ее. Сохрани ее. Преумножь ее. Питайся этой святостью здесь, в церкви. Здесь источник этой святости. Да? Для этого мир стоит. Когда перестанет церковь плодоносить. Когда перестанет в мире не станет святых. Мир закончится. Он не нужен. Просто сам по себе. Он нужен, чтобы человек достиг совершенства. Чтобы в человеке весь мир преобразился. Мы преображаемся через церковь. Здесь. То есть, из образа какого? Темного, греховного. В образ святой. Светлый. Прекрасный. Одно из именов. Имя, 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 имя. Имен. Божий. Красота. Одно из имен Божий. Красота. И он призывает нас к красоте. И хочет, чтобы мы были прекрасны. Чтобы в нас внутри, в душе, был благоухающий сад, который цветет и благоухает. Рай. Поэтому сказал Господь и Иисус Христос, который един свят и источник святости, что Царствие Божие внутри вас есть. Аминь. Аминь.